Добрый вечер. Вы знаете, я вот тоже, на самом деле, не пишу стихов к войне. Ну, когда-то в детстве писал, вы знаете, там больше на заводную тему, что ли, было, да, там, 9 мая, еще что-то. Вот, теперь, как я тоже считаю, абсолютно придерживаюсь твоего мнения, вот, что я не воевал пороха, не нюхал, вот, и поэтому, как бы, писать о том, о чем я не знаю, ну, правда, не по себе. Вот, хотя у меня, конечно, естественно, как и, наверное, в любой семье воевали деды, то есть дед в прадед, другой дед в тылу, всего, он работал тоже на заводе, делал снаряды и прочее, вот, поэтому. Поэтому, конечно, этот праздник, это великий, конечно, праздник День Победы. Я считаю, что, наверное, более величайшего праздника у нас нет в стране. То есть из всех тех, которые и новых, и старых праздников, все-таки это самое важное. Все потерянные стихи, что когда-то написал, остается лишь одно, а было мне вспоминать. Мир трясется от стихии, рвутся в клочья небеса, а в открытое окно стали годы улетать. Все раздавлены слова, столько времени прошло. «Видно, кто-то сквозь дурман мог чернило изводить. Дайте же мне поцеловать, мол, за белое чело. Довести хоть все до ума и хоть что-то возродить». Ну, закончились резки, досломался карандаш, Отключили в доме ток в предраслетные часы. Словно осень, известно, вы покидали город ваш И теряюсь, как цветок в мелких камерках росли. Ну, и я, так как все-таки сегодня у нас презентация Разборника часовой памяти, вот, я бы хотел прочитать оттуда два стихотворения, Которые туда вошли, вот, поэтому, чтобы вам запомнился я, И, как бы, и стихи, я вот как раз это сейчас презентую. Почему твой взгляд опять рассеян? Почему глаза слезами жидкие? Почему ты уезжаешь из России, оставляя все свои пожитки? Для чего ты покидаешь этот город, жизнь в которой радостно дыхала? Неужели он тебе не дорого? Или дорого только слишком мало? Неужели здесь жилось так плохо, что вдруг разом согласилась на измену? Ты, наверное, думаешь, дуреха, что найдешь там родину замену? Ты, наверное, веришь в сказкам древних, веришь в принцев и, конечно же, в принцесс. Но смотри, в структуре без диверий видит твой бессмысленный отъезд. Может быть, ты это не оценишь? Может быть, ты это не поймешь? Но другую родину не встретишь, а другой России не найдешь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Совсем свеженькое стихотворение, то есть это оно последнее, и вот оно как раз я успел его вот тиснуть, так скажем, в последний момент сборник часовой памяти. А, знаете, все-таки последнее стихотворение, оно всегда как-то более, ближе к сердцу. Крадусь сквозь сон в присутствии себя, Никто не ждет подобного сюжета. А где-то стон и слышится стрибка, Враг solution вместо тьмы прожета, Ликуют все. И там, и даже здесь погиб герой, и вместе с ним Бог. И я присел за тем, чтобы пролезть и встать в тот строй, где мне не будет плохо. Бредет во сне неясный человек, шаги его так на мои похожи. И сквозь просветы, полооткрытых век, вздохнули руку. Я жизнь еще не брошу.